Весна, весна, пора голды. Кхм-кхм, голды? Хватит сочинять, танкист! Много голды или премиум танк всего за 149 рублей на votkit.ru А хочешь весны? Ежедневно участвуй в раздаче 5000 золота. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Amway921, а это первый итальянский танк в игре с головой быка на башне. Этот танк имеет уникальную систему до заряжания барабана, и в этом видео мы с этим всем делом познакомимся, разберемся, посчитаем, потому что здесь вообще математики умотаться. И как бы ни казалось все сложным, на деле играется все очень просто и интуитивно понятно. Но для начала не забывайте, как правильно произносится название данного танка. Не Progetto, с английского как бы, а поскольку это итальянская машина, Progetto. Слово Progetto с итальянского переводится как Проект. Ну, здесь все понятно. Это у нас восьмой уровень, средний танк Италии, премиумный. Он будет продаваться совсем скоро, и он, как обычно, предзнаменует саму эту ветку, которая выйдет уже в следующем патче. В принципе, не так много осталось времени до старта общего теста со всей веткой, поэтому мы с ними еще поразбираемся. Ну, а поскольку новая нация появилась в игре, то это новые картинки танкистов, новые звания, новые всякие лычки и прочее. Поэтому Адриано Челентано, конечно же, может быть в вашем танке. Базовый цвет танков всей нации такой светло-светло-коричневый. Немножко напоминает, наверное, британские танки, такой уж даже ближе к какому-то бежевому. Посмотрим давайте на камуфляжи, которые бывают. Это вот летние камуфляжи, это зимние и пустынные. Какого-то особенного разнообразия тут нету, как обычно, под парочку каждой, и вот наслаждайся. А это вот такие вот надписи, которые есть для итальянцев. Они, само собой, все имеют исторические корни, кроме двух последних. Но жаль, что никакой надписи про спагетти тут, к сожалению, нет. А вот так будут выглядеть отметки на орудия. Такие маленькие веселые танчики. Вместе с японскими танками они будут тоже смотреться весьма оригинально. Не какие-нибудь там тебе эти полоски, скучные или звезды. Но самое интересное, конечно, в этой машине это пушка. Орудие имеет систему дозарядки. Такого в игре у нас до этого еще не было, поэтому даже нарисовали специальную иконочку. И как оно все работает. То есть, когда танк заряжается, он имеет как бы три пульки в магазине, выстреливается одна, и моментально она опять же начинает дозаряжаться обратно. Если ты не выстрелил следующую, то она дозарядится, и ты опять можешь стрелять с полным барабаном. В какой-то момент ты, допустим, решаешь выстрелить сразу два снаряда. И, например, если первый заряжается за 8 секунд, то второй за 9 секунд. Правда, те цифры, которые на экране у вас тут бегают, это цифры с досылателем. Он для этого танка тоже возможен. Но если бы его не было, то цифры были бы именно вот такими. А третий снаряд заряжается за 12 секунд, значительно дольше, чем первый и второй. То есть, если ты захочешь барабаны разрядить, то у тебя потребуется 4 секунды на все про все. Выстрелил, 2 секунды КД, выстрелил, 2 секунды КД и выстрел. Получается максимальная скорострельность у танка тогда, когда ты стреляешь только верхним снарядом, не трогая два других. Тогда ДПМ составляет примерно 1920. Ну, нигде не написано, я так на глаз посчитал, поэтому цифры приблизительные. Но если ты будешь барабан опустошать каждый раз до дна и перезаряжать по новой и вот таким образом стрелять, то ДПМ составляет уже 1440, на 500 очков меньше, то есть на 2 выстрела в минуту примерно. И напрашивается вопрос, но подождите, то есть я должен на барабанном танке не пользоваться барабаном что ли, чтобы лучше всего играть? Нет, здесь на самом деле все очень просто. И к этому мы вернемся чуть-чуть позже, прежде чем я объясню вам всю концепцию танка в остальных моментах. Самое главное, что требуется для того, чтобы хорошо реализовывать свой ДПМ, это какое-то наличие брони. Например, ты как-нибудь там от рельефа отыгрываешь, каждый раз выезжаешь, стреляешь и обратно. Если у тебя крепкая башня, то любой ДПМ реализуется гораздо проще, чем если бы у тебя этой крепкой башни не было. Потому что каждый раз показываться противнику, а то и не одному, это больно. А у нас как раз такая броня. То есть ее по факту нет. Я даже вам ее не показываю, но там что-то 80-90 в башне, в корпусе. Редкий-редкий рикошет вас побеспокоит. В остальном вас будут пробивать почти все. И вот именно поэтому о каком-то таком ДПМе, который реализуемый на этом танке, говорить да и не приходится. То есть здесь та же самая история, как на какой-нибудь там французской лорке. То есть пока враг стоит и никто его там вроде не беспокоит и он весь твой, никуда не убегает, то имеет смысл в него вылить сразу три пульки, нанести примерно 720 очков урона в среднем и убегать, перезаряжаться. Не думать тут об этих ДПМах и прочее. Но иногда бывают ситуации, когда об этом имеет смысл подумать. Например, какие ситуации? К примеру, у противника, с которым ты перестреливаешься один на один, да вот такая, пусть будет, к примеру, в вакууме, без всяких там других условий, вот ты на один на один в чистом поле с парнем перестреливаешься, и у него больше, чем 720 хп. То есть если ты выдашь в него сразу весь свой барабан, ты его не уничтожишь, а за время, пока ты будешь заряжать третью пульку, 12-секундную, он к тебе напихает уже так нормально. Поэтому в этом случае имеет смысл, например, выстрелить в него верхний снаряд, подождать, пока он дозарядится за 8 секунд, и потом отправить ему сразу 3. Таким образом, вы 4 раза выстрелите, и с минимальными задержками по времени. Но как же быть, когда вот такая вот история, когда под тобой два танка, и так хочется их расстреливать? В этом случае можно стрелять как хочешь. Потому что, когда разворачивается на тебя Т-57 Хэви, не очень хочется смотреть на него, да, там, думать о ДПМе. Хочется пострелять как можно быстрее, и уже там, позаряжаться где-нибудь в уголке. Еще имеет смысл использовать технику первых двух выстрелов. Потому что 8 секунд и 9 секунд, это почти одно и то же. То есть стрелять из барабана по два. Держа третью пульку, 12-секундную, в асвоясе, и ее не трогая, на случай, когда вот потребуется врага, например, добить. Надеюсь, я не слишком сложно объясняю, как бы много слов, на самом деле, ну все реально очень просто. Еще один момент, о котором очень важно помнить. Допустим, у вас один снаряд остался в магазине, и второй почти-почти зарядился. Если вы стреляете в момент, когда он не дозарядился, то вылетает тот, который был заряжен, и общая перезарядка сбрасывается. То есть имеет смысл, например, когда ты врага выезжаешь выцеливать, и вот-вот зарядится третий, подождать немножко, чтобы он дозарядился. Даже если это потребует секунду, например, или около того, и потом стрелять. Но если и это все кажется мега сложным, то если будешь играть на этом танке, как будто бы с обычным барабаном заряжания на три снаряда, то тоже особо там плохо не сыграешь. Разницы в этом всем, ну правда, не очень. На самом деле, что вот больше всего мне понравилось, что у танка, как таковая, отсутствует необходимость перезарядки барабана. Ну то есть он всегда у тебя, если ты выстрелил, начинает сам заряжаться. И мне кажется, ты к этому можешь привыкнуть настолько, что играя на обычных барабанных танках, постоянно будешь об этом забывать. Поэтому тут повнимательней. И последнее про снаряды. Их нельзя комбинировать. То есть каждый раз, допустим, ты стреляешь непрерывно бронебойными, они подзаряжаются, подзаряжаются, и допустим, в какой-то момент у тебя осталось в запасе два бронебойных. То третий, подкалиберный, заряжаться не будет, и два бронебойных останутся висеть. Не забывай об этом тоже, и меняй снаряды вовремя, когда там каких-то остается меньше, чем три. Ну а в оставшееся время мы бегло пробежимся по всем другим ТТХ машины. Что в нашем танке самое главное и самое хорошее из этих всех цифр. Это то, что у него довольно быстрое сведение. В 2,1 секунды. То есть комфортнее орудия, как бы для стрельбы на любой дистанции, не сыскать. Плюс ББшки пробивают 212. Тем более это с точностью 0.33. Для восьмого уровня это вообще отлично. Пушка вниз склоняется на целых 9 градусов. Любой рельеф тоже для нас. Динамические показатели машины тоже в принципе норм. 18.6 удильная мощность и максималка 55 переднего хода, 20 заднего. Для маневров вполне себе хватает. Ну пусть он может быть не самый там быстрый, да, это не АМХ и ДС. Но это точно не какой-нибудь там вялый тяж. Что плохого в нашей машине? Наверное самое все-таки такое, что во главе угла стоит, это все-таки ДПМ. Пока ты с этими там своими дозаряжаниями носишься, сношаешься, союзники быстро убивают врага и ты еле-еле поспеваешь потыкать в них. Очень не хватает хорошего, внушительного разового урона. С этими тычками по 240 ты вот бегаешь, тыкаешь всех, тыкаешь, а некоторых там и по 3000 хп, и пока ты их затыкаешь, устанет рука. На каких-нибудь тех же французах, где Альфа по 300 выдал барабан там из 4 или 5 снарядов, и уже нормальная кучка урона. А здесь максимум пачкой по 700. Не могу сказать, что прям на этом танке можно много настреливать. Это совершенно абсолютно точно никакая не имба. Я на нем особо не понагибал нигде ни разу. И самые высокие цифры, что мы сейчас смотрим, но я еще подобрал бой такой с десятками, чтобы вопросов не задавали зрители, мол, опять там в топе. Вот, это самые мои серьезные цифры по урону с десятками. Но все равно это не рекорд, это не какие-нибудь там мега большие цифры, как игроки показывают на Скорпиона там всяких и прочее. Для своего восьмого уровня это в принципе нормальный агрегат. И больше всего лично мне интересно, что же там будет у итальянцам на десятом. Какое это будет до заряжания, какие там будут цифры и все такое. Ну а вот парочка примеров. Вот, например, итоги этого боя. Я 4200 настрелял суммарно и пофармил вот сколько. Там считайте сами, как говорится. И еще вот скрин тоже неплохого боя, где я еще и подсветил. Тоже был бой с десятками. Конечно, это не последнее видео, поэтому танку машина очень интересная. Так что жмите лайк, подписывайтесь и увидимся в других видосах. Пока-пока. Враг обнаружен. Цель захвачена. Субтитры сделал DimaTorzok